В Урожеской средней общей обзывательной школе номер один немало ветеранов педагогического труда, чей трудовой стаж составляет 30 и более лет. Вот уже 30 с лишним лет преподает математику учитель высшей категории Марья Бехеровна из Кирова. Она окончила Коломытский государственный университет факультета математики в городе Элиста. Мы беседуем с ней на одном из ее уроков. Когда еще в школе училась, я отличалась тем, что я лучше всех знала предмет математики. И учителя, видимо, тоже были очень такие умные, одаренные, талантливые педагоги. Поэтому я сделала вывод, что предмет, который я лучше знаю, наверное, я стану математиком. На ваш взгляд, по вашему мнению, каким должен быть настоящий учитель? Настоящий учитель, во-первых, должен профессиональным своего дела, профессиональным своего дела, во-первых, любить должен детей. Должен быть авторитетом в обществе. Должен быть человеком всесосторонне развитым. Должен быть человеком, который разбирается в политике, конечно, чтобы детей как-то подготовить к дальнейшему их жизни. А он без каких качеств не может быть настоящего учителя? Он должен быть, конечно, честным, порядочным, добрым. Он должен отнестись к ученикам, как и к своим детям, прежде всего. Но есть, конечно, определенные сложности. Вы прекрасно знаете, у нас постоянные эксперименты над детьми, над педагогами. Это уносит какой-то дисбаланс, да? Ну, естественно, естественно. Ну, мы преподаем, как преподаем, да. Если человек уже научился работать, знает свое дело, он будет делать то, что он делает, до сих пор делал. Изменить уже что-то нельзя. Для нас просто, чтобы была чистая совесть перед обществом, перед детьми, потому что мы же работаем в своем родном селении. Халтурить как-то нельзя, потому что все-всех знают. Каждый шаг обсуждает в обществе. Вот сейчас принято считать или говорить, правильно, неправильно не знаю. Вот сейчас, говоря о нынешней молодежи, говорят, вот трудные дети. Бывают трудные дети? У меня, вот я 13 лет работаю. У меня, например, таких детей, чтобы они не слушались, огрязались с учителями, там, или лично со мной, у меня в практике такого не было. Не знаю, может, я сама слишком мягкая, или я не знаю. Вот таких случаев, чтобы с детьми не было. Но трудные дети бывают, бывают. Конечно, неполные семьи, родители на базаре. Все это сказывается. И еще сейчас у нас дети уже, половина детей ходит в мечети. Развоение личности. Основная цель – это учеба, пока дети учатся в школе. Поэтому есть, конечно, определенные... Родители, школа, семья, вот это связи? Конечно, конечно, родители связаны со школой, тоже есть. Родители, ну, тоже понимают. Но сейчас жизнь такова, что все зарабатывают на базаре, процентов 80. Поэтому они... Получается, что дети останутся сами собой. Только единственное – это школа воспитывает детей, получается. Поэтому есть, конечно, какие-то трудности есть. Вот сегодня, если говорить о воздействии, лучше воздействовать на ученика, в плане, чтобы он был послушным? Ну, конечно, в первую очередь, к детям нужно отнестись. Я сказала уже, как к своим детям, их надо любить. Ну, когда надо, конечно, надо ругать тоже. Все время хвалить тоже не получается. Когда надо, надо, конечно, с родителем провести определенную работу. Мария Атмихеровна вырастила, воспитала и дала образование всем своим детям. Трое сыновей окончили высшее учебное заведение. Двое работают программистами, математики, как и мама. Третий сын – энергетик. Лишь дочка учится в медицинском училище города Каспийск. А вот что пожелала молодым своим коллегам Мария Атмихеровна. Прежде всего, быть честными, справедливыми, порядочными людьми. И мы, если пришли в школу работать, надо, конечно, приложить все усилия, все свои силы, знания, чтобы наши дети были грамотные, образованные люди. Сегодня вот в вашей школе есть бывшие учащиеся, которые преподают, пришли сюда? В школу сейчас редко кто возвращается, редко кто. Потому что вы сами знаете, что статус учителя сейчас… Да, конечно, конечно, не возвращается. Учатся даже в Москве, в других больших городах, работают в банках, где-то, где-то. Вот математика, кто по математике учились, да, хорошие знания были, они вот в школу не возвращаются. Ну, сейчас кто возвращается, умные люди. Понятно. Мы от души желаем Мария Бехеровне здоровья, счастья и благополучия в семье. И, конечно же, больших успехов в ее нелегкой работе.